Разве смеяться дурно? Разве нельзя смеяться, сохраняя полную серьезность? Смех лучше сохраняет нам разум, нежели обиды и огорчения. Вот и сегодня здание серьезных людей проходит в несерьезной обстановке. Ученые остаются учеными и на чаепитии. Часов не наблюдают и о природе комического в художественной литературе. Но не могут не повидать с коллегами в докладе минут этак на нации. Потому заседание на тему 1 апреля изрядно затянулось. И только когда время подходило к 7 часам вечера, прозвучал вопрос, а не засиделись ли мы? Хотя тема оказалась очень востребованной и участниками, и зрителями. Профессора и студенты не только чаи гоняли, да плюшки ели, а еще и свои таланты показывали. Кто во что гораст. Кто-то стихи про сокращение штатов подготовил, кто-то песни пел, а кто-то выступил с остро злободненными университетскими частушками. А в столовой института все и впрям реально круто, под блатняковский шансон, хавчик весь как закусон. В негласном творческом конкурсе победили ученые, по словам самих ученых. Но право, стоит ли делить победу, ведь все удалось. Будем следовать словам Мюнхгаузена, ведь не зря их выбрали темой заседания в этот апрельский день. Тем не менее, в моде бывают.